Сначала нужно поточить нож. Я помню, что был один случай у знакомого цеховика. Человек вот так резал, вот так резал что-то, и просто вот настолько себе нож воткнул в себя. Ну нельзя на себя резать. Просто есть такая вещь, как техника безопасности вообще. Если ее не нарушать, то все будет хорошо. Добрый вечер! Всем привет! А может быть не вечер, я не знаю, когда вы это смотрите. Мы продолжаем наш крутой формат, когда мы все режем, смотрим. Спасибо вам огромное, что ставите лайки, пишите комментарии. Мы их читаем, получаем огромное удовольствие от общения с вами. Вы просите нас что-то разобрать, даете свои комментарии по типу там «Я ношу уже 20 лет, ничего не развалилось». Тут же ему отвечает другой человек, что «Да нет, я проносил два месяца, полное дерьмо». Прекрасный цимус в комментариях, тоже заглядывайте туда, там много интересного. До этого мы резали в основном большие, крупные, мировые бренды, известные на весь мир и достаточно дорогие. А сейчас, и вы много просили об этом в комментариях, пришло время разрезать что-нибудь российское, наше. Поехали! Ральф Рингер, но не один. Сразу два ботинка, точнее четыре ботинка и две пары. Почему такое уважение? Ну на самом деле, во-первых, они не такие дорогие и влезли в бюджет видео. Я смог купить два ботинка, а не один. Это сразу огромный респект ребятам. Дальше я взял из такой демисезонной линейки зимней и туристической, около туристической, да, один ботинок, а второй ботинок из классической линейки. И, соответственно, они изготовлены чуть-чуть по разным технологиям должны быть. И мы сравним их тоже, посмотрим, сравним между собой и, конечно, разберем. Поехали! Здесь у нас туристические ботинки. Вот. С кем он будет соревноваться? Или не соревноваться? Сейчас мы выясним, как называются эти модели. Мы вам про них расскажем и поедем дальше. Эта у нас модель называется ROWER. Что это она? 8-730. Интересно, что у фирмы 10 ботинок на сайте с таким названием. Высокие ботинки мужские ROWER. Гарантия 90 дней. Кстати, это является нарушением законов Российской Федерации, потому что гарантия на обувь должна быть 2 года. Не имеет права производитель давать гарантию меньше. То есть, независимо от того, что написано на сайте, вы все равно можете спустя полтора года принести развалившиеся ботинки. У вас обязаны их принять. Линия WIKEND. Материал вверх, натуральная кожа. Материал стельки, мех натуральный. Ну, я проверю. Полнота 7. Стандарт. Я бы сказал, что даже не 7, наверное, побольше. Способ крепления, литье. Да. Поэтому, соответственно, и подошва. ПУ плюс ТПУ. Гарантия 90 дней. Возврат в течение двух недель. Все. Больше ничего нет, никого описания вообще нет. Просто только характеристики. Хорошо. Так, кто у нас тут? Ботинки называются Эльбрус. И есть проблема с неймингом, потому что раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, двадцать. Сорок товаров называются одним и тем же названием. Немножко, я бы сказал, довольно амбициозно звучит название. Что мне написано? Коллекция осень-зима, ля-ля-ля, 2021. Сезон, демисезон. Линия модерн. Материал вверх, натуральная кожа, спилок. А, спилок на языке, хорошо. Материал стельки, ральфина. Формованная стелька, что обеспечивает отличную фиксацию ноги в ботинке и предотвращает натирание. Патентованный материал из спинного полиэтана с добавлением активированного угля и смол. Активированный уголь поглощает... Активированный уголь. Понятно. Я уверен, что у нас есть крутые ребята в комментариях, которые шарят за такие вещи. Вот. К вам вопрос. Насколько это реально? Активированный уголь поглощает неприятные запахи в стельке. Смолы убивают бактерии. Смолы чего? Фенола, что ли, убивают бактерии? Ну, тогда и самому можно откинуться. Ладно. Ральфину, в отличие от других стелек, можно стирать в стиральной машине, движением бережной стирки. Материал подошвы ТЭП. ТЭП? Это ТЭП? Ну, такой ТЭП, да. Способ крепления клеевой. Короче, мы теперь все знаем. Гарантия, кстати, на эту модель составляет 30 дней. То есть, в нее компания Ральф Рингер верит почему-то меньше. Я понимаю, что клеевая подошва, там, все вот это вот, но 30 дней. То есть, гарантия 30 дней, возврат в течение двух недель. Если производитель продает свою обувь в России, в любой, то гарантия на нее составляет 2 года. Так, цена этих, получается, каталоги чистая 9500, а этих, ребят, 8730. Получается, на них гарантия 30 дней, но они дороже, а на эти гарантии 90 дней, но они дешевле. Да. Я думаю, что начнем с чего-то более простого и потом посмотрим что-то по виду. Строчек здесь больше, более сложное. Так что мы его пока отодвинем, возьмем этот ботинок. Ну, что я могу сказать? Пока на вид обычный крой, очень большая полнота заложена здесь. Здесь большая полнота очень заложена. Я вижу здесь сразу затяжку на ЗНК. То есть, бывает сборка либо вручную, когда заготовка затягивается, выкладывается. Бывает, когда на ЗНК, то есть, колодка надевается, и заготовка буквально за секунду затягивается на клей специальным станком. То есть, здесь видно, что форму держит не очень ботинок. В частности, это может происходить из-за того, что когда много разных фасонов колодок, то есть, ЗНК нужно перенастраивать каждый раз, и иногда просто бахают по какому-то среднему шаблону, и получается что-то такое вот оковалочное, очень бесформенное, скажем так. Ну, здесь пару кожи, стык подкладки. Строчки все нормальные, промышленные. Да хорошая кожа. Ну, то есть, недорогая обычная кожа, лицевая, ничем не закрытая. Тут еще куча внутри напиханных всяких удерживающих штук. Ну, понятно, почему кожа тонкая, и она не будет держать форму. Молния, брендированная молния, зашита нормально, все как надо. Вот здесь у меня есть большая претензия по подошве. Вот здесь у нас кант подошвы ровный, а потом с ним начинает что-то непонятное происходить. То есть, вот здесь то ли его обрезали, да, вот тут что-то с ним странное происходит. Вот здесь, здесь, здесь. То есть, здесь он нормальный, а здесь как будто его сточили, или это был брак подошвы. Да в основном, как бы, что, я не буду тут докапываться. Сейчас визуально все за ту цену, за которую продается, нормально. Шнурочек обычный. Сделано в языке прорезь, для того, чтобы он держался, не уплывал никуда. Тоже хорошо. Язычок, баечка. Ну, понятно, что тут нас не балует, потому что здесь сразу, здесь стоят обычные блочки, а не люверсы. Причем не расклепываются цветочком, а просто на кольцо. Такие блочки обычно держатся хуже, чем те, которые расклепываются и, как бы, вдавливаются в кожу. Здесь везде по кругу у нас стоит свиная подкладка наверху. То есть тут какая история, вы все равно ее не касаетесь, поэтому ничего страшного, но просто визуально. Если говорить про подкладку, сейчас на закройку схожу и приду. Маленький ликбез про обувные подкладки. Обувные подкладки, ну, мех сейчас не буду, она у меня тоже есть, не буду показывать. Вот, бывают из разных материалов. Здесь, кстати, вот использована байка. Мы ее потом сравним, посмотрим. Из разных животных, в принципе. То есть свиной подкладки, вот, видите, из нее, я так понимаю, ремни кровились. Да, подкладка на ремни. Есть КРС. Вот, сложная кожа и сложно будет. Что такое КРС? Это крупный рогатый скот. Это самая дорогая подкладка. То есть, условно говоря, вот эта подкладка стоит, скорее всего, так же примерно, как вот эта кожа, которая здесь использована наверх. Потому что по толщине органолептики она даже толще. И качество лица здесь очень хорошее. Ну, здесь плита. То есть, вот такую кожу мы, например, используем на подкладку. У нее большой плюс в том, что она резонсостойкая. Она не пахнет вообще. То есть, у нее нет неприятного запаха. И так же бывает еще другая отделка подкладки. Она как КРС. Такая подкладка гораздо лучше впитывает влагу от ноги. Поэтому тоже хорошо используется. Есть еще подкладка из козы. Так называемая Шевро. Она отличается фактурой. Очень такой приятной. Она очень плотная. Чаще всего такую подкладку делают итальянцы или турки. Очень хороший цвет. Она меньше красится и, соответственно, она гораздо тоньше. Но при этом очень плотная. И такая подкладка тоже дорогая. Кстати, она просто офигенно пахнет. То есть, хорошая подкладка для обуви, по сути, пахнет примерно как молоко. То есть, она пахнет хорошей, качественной кожей. И сколько бы вы в ней не потели, КРС-подкладка или подкладка из козы или овчины правильно, грамотно выделанной по технологии не будет давать вам неприятный запах. То есть, вы просто ходите в обуви, вы снимаете ее вечером, она пахнет натуральной кожей. Больше ничем ваша обувь не должна пахнуть, если она сделана из нормальных материалов. Что происходит со свиной подкладкой? Свиная подкладка бывает двух типов. Я вам, к сожалению, не могу ее показать, потому что у меня нет на производстве свиной подкладки. Мы с ней не работаем. Как она выглядит и чем она отличается? Видите, вот здесь есть такие как будто дырочки. Это и есть свиная подкладка. То есть, видите, любая подкладка другая, она гладкая. Абсолютно гладкая, гладкая, гладкая. Даже не знаю, что здесь она с тиснением. Независимо от этого, гладкая. А свиная подкладка имеет как такие дырочки. И она бывает двух типов. Вы все равно не отличите, но она бывает лицевая и бывает спила. Кто производит подкладку? Производит в основном Китай, потому что в Китае очень много производится свинины, соответственно, там много свиной кожи. Технологии растут. И раньше свинная подкладка выглядела, прямо таки сказать, не очень. Сейчас ее научились уже выделывать очень хорошо. То есть, видите, она и блестит. И уже практически вот этот рисунок незаметен. То есть, ее там подшлифовывают, потом полируют, шпаклюют. Что такое не делают. Даже я слышал, что некоторые производители вверх обуви из нее начинают делать. Но у свиной подкладки есть один очень большой минус. Она воняет. То есть, когда она намокает, у нее есть вот этот неприятный запах, который ничем не убрать. Никакой химии. Все равно свиная подкладка, она будет неприятно пахнуть. Она дешевая. То есть, если сравнивать по цене, то, что мы называем подкладкой, по сути, вот эта кожа, это где-то 1,1-1,2 толщиной, она более толстая, чем вот здесь кожа верха использована. Она стоит примерно в 4-5 раз дороже, чем свиная подкладка получается. Здесь мы платим за качество выделки. Здесь мы платим за качество выделки и за вкрески, и за самый дорогой материал. А здесь мы, соответственно, платим в 5 раз дешевле. И это, конечно, нам выгодно. Плюс после такой сильной выделки на коже уже практически нет пороков. То есть ее можно кроить практически по прямой. Вот. Теперь вы узнали побольше подкладки. Надеюсь, это было вам полезно. Теперь вы будете в магазине смотреть, разбирать, нюхать и искать пупырки на самой подкладке. Что тут еще сказать? Ну, по подошве... Пахнет нормально. Подошва обычная клеевая подошва. Разрежем ботинок, посмотрим. Имитация сделана строчки. Как раз метода Гудьер. Никогда не понимал, зачем на подошве непрошипной сделать имитацию строчки. То есть, ну, это не выглядит как строчка. Вряд ли кто-то в это поверит. Но держится нормально. Прям приклеено уважение хорошо. Ну, тогда мы ее немножко подрежем. О, затяжной картон. Привет. Прям картон. Такой прям картон. Старый друг. Честно говоря, не брендированный картон. Я давно не видел в обуви. Ну, ладно. Тут вот так. Так, молния. Надо аккуратно быть. Та-дам. Та-дам. О! Здрасте. Так. Мы видим достаточно толстую стельку из картона. Как раз вот в этом месте, да, подошва отходит. Сейчас попробую ее так разобрать. Картон не брендированный, что странно, потому что обычно картон, если профессиональный обувной, чаще всего он брендируется. Плохо ли картон в обуви? Тут вопрос неоднозначный. Есть плюсы, есть минусы. Картон лучше, чем, например, не тканка, когда собирают ботинок литьевым методом крепления, потому что он имеет все-таки жесткость. Но у картона есть один огромный минус. Он боится воды. Соответственно, внутри ботинка, в котором потеет нога или он может намокнуть, запихивать то, что боится воды, не очень хорошо. Есть материалы по типу картона, например, не тканые, которые воды не боятся. И есть самый большой минус картона. Он склеивается клеем. Чаще всего этот материал должен быть дешевым, поэтому не самым качественным. И когда он намокает, со временем начинает просто дико вонять. То есть, если у вас, например, картонная стелька промокла, не высохла сутки, все, у вас ботинки будут так вонять, что просто ужас. Так, ладно. Стелька здесь каким-то интересным. Какие-то скобки. Сколько загадок. Ладно. Вот у нас уже и подошва отклеилась, да? Надо ее где-нибудь сковырнуть. А то я в середине разбираю. Очень правильно. Надо какой-то край уже отклеить. Вот. И с него начать. Здравствуйте. Ну вот у нас стандартная стелька, в принципе. Она на самом деле была когда-то чуть-чуть брендированной. ну, то есть какая-то компания ее, соответственно. Вот. Классический, абсолютно супинационный узел. То есть здесь сам супинатор. Он вот тут находится между вот этими двумя слоями. Вот он. Да. Так. Сколько я в жизни этих стелек разбирал, в детстве особенно, потому что они всегда где-нибудь валяются на производстве. Это стандартная готовая стелька, которая, в принципе, используется в клеевой обуви. Вот он, сам супинатор. Вот он вклеен, он никуда не девается. Здесь немножко проклеено, все усилено. Вот куча картона, сам супинатор. Он тут хорошо сидит, не денется никуда. Пробит специальным образом, отформован. Такие стельки делаются чаще всего отдельно, они заказываются и потом уже просто их шлепают на заводе. Что это такое вообще интересно? Это синтетика. Пахнет пластиком. Короче, какой-то ватин, не знаю. Ну, ее сюда положили для того, чтобы вам не так было холодно от подошвы. Почему будет холодно, я чуть позже объясню. Но, в принципе, модель заявлена демисезон, поэтому положили и молодцы. Но, опять же, если это намокнет, как это все будет пахнуть? Здесь также есть интересная штука, что крепится к заготовке стелька такими вот скобами. Очень любопытно. Почему они крепятся? А, у меня же мультитура есть, господи. О, вот-вот-вот, мы и полетели. Как нам легко оказалось отклеиваться. Меня очень удивило, что обычно заготовка приклеивается целиком, а здесь, вот, клеевой слой только вот здесь. То есть, обычно клеевая подошва, она мажется здесь клеем тоже и склеивается. А здесь они почему-то, видимо, для того, чтобы положить вот эту ватную штучку, делают склейку. Сейчас, когда я отклеиваю, то есть, ну вот, я прям, я не прикладываю какой-то прям большого усилия, то есть, ну, прям вот, вот прям вообще спокойно отклеивают. Вот полностью отклеил весь верх. Как клеевой метод, как раз, вот, мы с вами не рассматривали, работает? Вот есть заготовка. Видно, да, что вот сама кожаная заготовка, где дальше она шуршуется, как раз стачивается для того, чтобы к ней приклеился клей, промазывается клеем и уже приклеивается к подошве. То есть, сама подошва как раз приклеивается просто к заготовке. Вот так, бым. То есть, здесь заготовка просто идет чуть дальше, она затягивается на колодку, потом шлифуется, делается тоньше и, соответственно, к ней приклеивается подошва. Почему они запихались сюда, запихнули, положили, поставили? Почему вот сюда? Потому что, видите, клеевая подошва. Сейчас я вам покажу, какой она на самом деле толщины в моем любимом месте. Вот мы и прорезались очень легко. Вот мы и дальше прорезались очень легко. О-о-о-о-о-о! Ну-ка, интересно. О-па! Вообще не должна так подошва рваться. Ну, да, что-то как-то. Но этот ТЭП все-таки он не такой прочный, как полиуретан. Вот. То есть сама толщина подошвы где-то толще, чем у ЭКО, кстати, респект на нижнем слое. Но все равно где-то 2,5 мм. Когда вы стоите на льду, на улице минус 10, минус 20, такая подошва промерзает. Она еще и дубеет при этом. Здесь нет ничего теплоизолирующего, просто кусочек резины, в данном случае ТЭПа. Он весь замерз, и холод просто идет, соответственно, к вам в ногу. И вы мерзнете. Вот и все. Поэтому клеевая обувь, она еще и очень холодная. И вот эта вот прекрасная вещь, она как бы вроде здесь есть, а здесь ее нет. Возможно, это работает. Я не буду как бы говорить. С другой стороны, для того, чтобы вот это сюда положить, они пожертвовали качеством склейки. Потому что, представьте, вот они проклеили вот здесь, и вот у них полтора сантиметра. Причем здесь не как на Мартинсах, а там сварено что-то. А здесь просто склейка резины с кожей. Ну, это вообще не крепко. То есть вы видели, насколько я легко это оторвал. Кстати, о гвоздевом методе крепления. Здесь используется гвоздевой метод. Но не подошва крепится гвоздевым методом, а стелька крепится гвоздевым методом. Я так понимаю, это пробивает ЗНК. И если бы гвоздь был здесь длиннее, то, соответственно, он бы загнулся. И стельку бы держал вот так. Здесь же, видите, гвозди использованы маленькие, или стелька должна быть тоньше. И что получается? Гвоздь, он как бы вот так вышел и чуть-чуть загнулся. Но при этом он торчит острием вверх. Что, конечно же, неправильно, потому что со временем, когда вы стельку подомнете, отсюда будут просто торчать гвозди. Вот здесь они как раз торчали бы. Потому что сейчас-то они там. Вот один даже тут остался. Так, ладно. Здесь, в общем-то, все тривиально и немножко грустно. Стелька. Ну, в принципе, здесь нет никакого секрета. Чтобы не развивались бактерии, нам действительно нужно смолы или яды какие-то добавить в стельку. Насколько это полезно, решайте сами. Я просто за стельки из чепрака или из толстой кожи. Она прекрасно впитывает влагу весь день. За ночь высыхает, опять впитывает, опять высыхает. Никакого запаха, ничего. Достаточно дорого стоит такая стелька. Эта стелька, ну, что, отформованная. Тоже они где-то их заказывают. Довольно хороший материал. Будет амортизировать. Отформована, в принципе, стелька. Ну, здесь грустненький материал. Ну, по традиции, да, могу, конечно, поджечь. Знаешь, просто синтетическая стелька, что я поджигать. Ой, пахнет, кстати, ужасно. Так, что у нас тут осталось? Вверх, вверх. Где мы его разрежем? А мы его вот тут разрежем. Вот тут, например. Байка синтетическая. Я почему-то поглядываю, у меня здесь тоже байка лежит. Я вот сравниваю. Плотность материалов, конечно, сильно разная. И толщина тоже. То есть здесь она хоть и взбитая, но очень тонкая и мягкая. Здесь байка, конечно, прям, которую я притащил. Здесь байка не полностью синтовая, она шерстесодержащая. Но как материал я бы все равно выбрал войлок. Байка нужна, когда хотят понежнее обувь. И с более тонкой кожей. Там женская обувь какая-то или классическая обувь. Чтобы она лучше облегала ногу. Тогда да. А в ботинках таких, настоящих, то есть, конечно, лучше ставить войлок. Он и натуральный, 100%. И форму держит. О, здесь мешка стоит. Это приятно. Это сразу видно наши ребята. Постсоветские. Причем такая прям, прям мешка, мешка стоит. Чуть ли не как на советской обуви. Термопластовый подносочек. Очень тонкий. Это сделан для комфорта, чтобы он вам не давил. Очень сильно смещен на нос. Ну, это в целом. Тут все хорошо. Никаких претензий. Сшито. Ниточки прижгли. Все прямо как надо. Язык из спилки. Не понимаю, зачем сделали абсолютно. Делали бы из кожи то же самое. Ну, видимо, какая-то была идея. Может быть, у модельера. А здесь у нас что? Здесь почему-то используется... А, ну, понятно почему. Здесь мы тоже немножко экономим. Потому что на носу у нас используется мешечка подороже. Хорошего качества. А на заднике у нас уже используется синтетическая, самая дешевая кожпрокладка. Тут все нормально. Тут все нормально. Кожа тоненькая, но хорошего качества. Лицевая. Никаких претензий. Молния обычная, брендированная, наверное. Да. Ральф Рингер. В принципе, ну, и какие ходят полегче, конечно. Но, в целом, она так как закрыта клапаном, ничего не будет. Про такую компоновку материалов хотел бы сказать сразу. Обувь это, с одной стороны, очень мягкая. И поэтому она комфортная. То есть, вы ее надеваете в магазине, и вам ее не надо разнашивать практически. Она удобная. Она так вся обнимает. Ногу вот. И она у вас и вот так хотите. А у вас, может быть, пальчик торчит. Да вообще плевать. Видите, ей вообще форму не держит никак. Но есть, конечно, и минус. Если вы хотите в ней ходить, то она превратится буквально через неделю в абсолютно нечто бесформенное и страшно выглядящее. Почему это вообще происходит? Потому что у нас подкладка сама по себе, она очень мягкая. И, соответственно, форму не держит практически. Ну, что тут форму держать? То есть, когда я вам показывал кожаную подкладку, например. Видите, я так не сделаю. У кожи есть определенная жесткость. Еще ее промазывают клеем, и получается кожа верха, например, если пожестче использовать ботинок, получается прямо жесткий. Он хорошо держит форму. А здесь ботинок, как бы, он получается и комфортный, но очень ненадежный. Мой бы дедушка, наверное, оценил, потому что ему было бы удобно. Он бы залез такой, о, 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 ничего не давит, хорошо, хорошо. А мой дедушка особо никуда и не ходит. То есть, он что, он в магазин сходил, пришел обратно. Симгоры покорять не надо. И у него бы претензий никаких не было. Они у него служили, и не отклеилось бы ничего, потому что, опять же, чтобы что-то отклеилось, надо ходить, правильно? Кстати, задник не посмотрел. Самое главное. Интересно. Задник полностью синтетический. Сто процентов. То есть, он прям вообще, это прям синтетик-синтетик. Кожи здесь никакой нет. Пахнет полиуретаном. Так, ну что, я думаю, с этим парнем все понятно. Сейчас мы посмотрим другой ботинок. Он изготовлен по другой технологии. Здесь клей, там литье, и там туризм. Как бы, вроде все так по дизайну туристически, поэтому... Гоу следующий. Кажется, нам нужно немножко прибраться. Не дай бог этого кадра не будет. Так, что мы видим? Жированная кожа, довольно тоненькая. Литье. Здесь используется плотный ПУ. То есть, не как у ЭКО. Здесь льют два слоя. То есть, закладывается подошва. Сразу в форму подается, соответственно, материал. И заливается уже, как бы, и подошва. При этом, получается, сваривается. И заготовка приклеивается. Ну, с собой ничем не пахнет. Пузыри имеются. Стык тоже имеется. Но, в принципе, в рамках разумного все. Здесь у нас как раз сверху использована кожа КРС. Крупного рогатого скота. Ну, почему внутрь ее не запихать? Ну, что вам жалко эти там 5-10 рублей? Красивый. Кант будет одинаковый, если сделан сверху. И с одной стороны, и с другой стороны. Там же идет всегда выворотка в таких частях. Здесь, кстати, что-то как-то не хватает наполнителя. Вот, видите, как-то не распирает ее. То есть, она вся вот так немножко сделана. То есть, как это делается? Сшивается вот так. Приклеивается с одной стороны пена или поролон. Здесь поролон. Мы поролон не используем. Например, изолон ставим. И выворачивается вот так. И получается, закрывается. Если использовать и с этой стороны, и с этой стороны одну и ту же кожу, получается более красивый. Вот этот шов, он получается ровнее. Здесь это вот это удешевление. Ну, оно понятно, для чего нужно. Но, в конце концов, поднимите стоимость пары чуть-чуть. Здесь хорошая кожа стоит, нормальная. Претензий нет. Не хватает пенки. Я посмотрю потом, что за наполнитель. Но, скорее всего, поролон. Здесь нужно либо более толстый поролон использовать, либо вообще лучше какой-то другой наполнитель. Ну, в целом, все мягенько, комфортно. Этот узел изнутри почему-то очень жесткий. Но здесь потому что стык идет. Ладно, потом посмотрим. Фурнитура. Ну, не самая дорогая, но и не самая плохая. Средненькая фурнитура. В принципе, я думаю, что будет служить и работать не хуже какой-нибудь там итальянской. Здесь быстрая шнуровка. Типа... Что-то как-то он очень тяжело через нее ходит для быстрой шнуровки. Ну, в общем, сымитирована быстрая шнуровка. Так. Стоп. А где клапан? Здрасте. Камон. Йоу. Клапан. Я вот такой пошел, значит, в снег. И он прям мне хобана сюда. Я что-то загрустил. Не понимаю. Что мешало его сделать технологически? Здесь даже идет двойная строчка. Как раз она должна схватывать, потому что, по сути, что мы сюда пришиваем кусочек кожи. Вот он у нас зашел. И вот он его прихватила вторая строчка. И вот мы все обстрочили. Еще на плоской. А собрали пяткой. Соответственно, пятка у нас последняя в сборке. Если здесь нет клапана, зачем вот этот дизайн? Зачем вот эта быстрая шнуровка, петли? Зачем все это? А ради чего, если бы мы один раз просто наступили в лужу или в снег, у нас полные ботинки сразу? Ладно. Посмотрели внешне все. Строчки. Все хорошо. Стелечка, да, натуральный мех, верю. Ладно, потом посмотрю. Ну что, режем? Режем. Так, ну ладно. О, что-то пятерку получил с этот ботинок. Наверное, полнота или что-то. Здесь пакет-то потолще сразу чувствуется, чем там. Там просто резалось, вообще летело. Здесь уже есть что порезать. Прямо порезать надо. Ну тут, правда, еще задник, конечно. Но все равно. Фух. Вот здесь сейчас, кстати, сразу буду выражать респект, потому что обычно все сюда ставят шерстяной мех, а здесь стоит натуральный мех. Здесь все классически шьется штробелем на затяжную стельку, опять же, из нашего любимого Керотекса, спадбонда и всего прочего, который у нас на дорогах есть. Ну, в целом, по технологии все сделано как бы как нужно, нормально. Сейчас посмотрим, что у нас тут. Подошва, кстати, довольно из хорошего материала сделана. Я не сказал бы, что прям легко режется. Это не, я сейчас край прорезал, и уже, конечно, режется полегче. Но все равно. Так. Плотная подошва очень. Ну, это из-за того, что они верхний полиуретан еще используют повыше плотности, чем эко, сильно. Хотя он здесь довольно мягкий. Интересно. Технологично достаточно. Ребята делают. Сейчас посмотрим, что у нас тут есть. Чего у нас тут нет. Оу! Да, здрасте, приехали. Ну и вот наша любимая толщина подошвы. 2 миллиметра. После подошвы у нас заливается мягкий материал, достаточно, который вот продавливается. Не такой мягкий, как у эко, но все равно он хорошо пружинит. Но сама подошва, при этом, опять же, конечно, очень тонкая. Ну, прямо очень. Опять же, здесь обувь не стоит 25 тысяч. С одной стороны, это комфортно, потому что у нас больше слой мягкий. Соответственно, у нас подошва лучше гнется, лучше пружинит. Нам комфортнее. С другой стороны, конечно, опять же, как всегда, да, все лопнет в этом месте, как любая литьевая подошва. Хотелось бы потолще. То есть, можно было бы хотя бы вылить, ну, там, еще миллиметрик точно побольше. Подошва, кстати, у них вот своя. Технологично, технологично. Натуральный мех, очень приятно. Вот, честно говоря, я очень обрадовался, потому что, честно говоря, я думал, будет шерстяной мех. Не обязательно же прикапываться, правильно? Да, подошва лопнет, там, сколько? 90 дней. То есть, один сезон. Ну, вот на один сезон рассчитано. Но, с другой стороны, и стоит не как космолет. Теперь вверх. Я прям вот так хочу по нему пройти. Снизу вверх. По верху пройти, снизу вверх. Прям вот так хочу пойти. Что это? Так я еще не резал ботинки. Так, да. Да, здесь везде натуральный мех. Здесь все проклеено нормально, в принципе. Сейчас покажу, какой мех бывает. Давайте. Ой, как хорошо. Сразу уютно. Какой бывает мех? Да, мех бывает у нас искусственный, натуральный и шерстяной, так называемый. То есть, я удивлен, что здесь использован не шерстяной мех. Шерстяной мех – это когда просто шерсть срезается с овцы и потом на синтетическую основу наносится. И получается как бы шерстяной мех. То есть, он натуральный, но на синтетической основе. И там чаще всего все равно присутствует какое-то количество синтетического ворса, чтобы он не скатывался. И здесь как раз использован натуральный мех. В чем его минус? У него достаточно толстая сама основа, потому что фактически это же овчина. То есть, здесь основа – это, считайте, кожа овцы. То же самое, как я показывал подкладку. Здесь еще и подкладка получается и кожаная, и еще и сверху меховая. Получается двойной пакет. То есть, шов как раз на подкладке очень будет толстый. Поэтому здесь, видите, чтобы не было швов, делается цельный крой. Вот. А здесь как раз, где швы собираются, вот здесь, видите, шов снимается. На специальной машине для спроска края кожи снимается мех. И, соответственно, он здесь у них даже не прошивается, а просто проклеивается. Что, кстати, в принципе, вот здесь, конечно, его держат. А тут немного, 20 сантиметра, 3 сантиметра где-то. Ну, в принципе, с ним ничего не будет, да. Ничего страшного нет. Здесь все сделано правильно. На пятке мех никогда не делается, потому что смысла нет. Во-первых, здесь большой пакет материала всегда. Во-вторых, пятка протрет мех. Здесь опять вот этот материал на задник. Ну, ничего не будет про него говорить и надо носить, тестировать. Расскажите в комментариях, кто носил Райфлингер про задники. Будет мне очень интересно почитать. Так вот, мех, соответственно, он бывает разной набивки, разной выделки. То есть он бывает там более мягкий, бывает более плотный. То есть в чем минус меха, конечно, он скатывается. По факту войла гораздо теплее. Потому что мех у вас скатается, он скатается в какой-нибудь миллиметрик. Плюс гироскопичность меха не очень высока. Но, опять же, если выбирать между вот этим вот синтетическим недоразумением и натуральным мехом, то, конечно, лучше выбрать натуральный мех. Потому что это все-таки хороший гармоничный материал. Здесь я, кстати, не понимаю, почему из аббатинных стоит дороже. Поверху. Что еще? Сама кожа здесь обычная. Не особо-то жированная. Чуть-чуть шлифованная. Самое главное, что она натуральная. Потому что за ней можно ухаживать, ее можно завощить. И, в принципе, я думаю, что ничего с ней не произойдет. Браков по коже не видно. Средненькая, хорошая, нормальная кожа. По толщине такая же, как и на предыдущей модели. Но по плотности она побольше. В плане носки здесь в целом все лучше. Потому что здесь еще сделано усиление везде. То есть ботинок будет лучше держать форму. Потому что у него есть боковая поддержка. Но в остальном молодцы. Единственный, конечно, момент. Он абсолютно бессмысленный. Он беспощаден и бессмысленен, потому что на нем нет клапана. Это тот случай, когда вроде все сделали хорошо. Но абсолютно не подумали. Потому что зимний ботинок. Я наступил в снег. Снег у меня попал в ботинок. Люди старались. Крой, стельки, мех. Все. Скушали животных. Взяли от них, соответственно, мех. И кожу свинки вот в Китае. А в итоге что получается? Что все бессмысленно. Ну что, подведем итог. Это у нас Rover Land. Это у нас Эльбрус. Хотя, по-моему, это Джеймс Бонд. Но почему-то Эльбрус. Что-то как-то ему грустновато. Немножко. Но ничего. Зато Rover у нас веселый. Давайте пройдемся к каким-то конкретным вопросам. Стоят ли они своих денег? Самый главный вопрос. Стоят они в среднем 9 тысяч. Это примерно 120-130 долларов. Да, зависит от курса. Если для вас нормально такую сумму отдать за обувь, которая прослужит один сезон, или если вы очень мало ходите до 2 сезона, я считаю, это нормально. Меня чуть смущает гарантия. То есть, нам сам производитель говорит, мы не делаем обувь, которая будет служить долго. Потому что гарантия есть 30 дней, что вообще очень мало. И, думаю, это даже ошибка на сайте. Ну, по крайней мере, она заявлена. И 90 дней, что как раз она равняется одному сезону. То есть, производитель нам говорит, я рассчитал обувь на один сезон. Если мы говорим про соотношение себестоимости, качества сборки и финальной стоимости, то себестоимость этого ботинка на самом деле чуть-чуть меньше, чем у ботинка Эко. Но при этом там не будет такого фантастического разрыва. При этом, что здесь используются гораздо более дорогие материалы. То есть, там внутри, например. Подошва что? Она пружинит-пружинит. Слой хорошо сделан? Хорошо сделан. Что еще нужно? Соотношение себестоимости и конечная цена продукта хорошее. Плюс, учитывая то, что даже Ральф Рингер делает часто скидки. Ну, и третье. По итогу про конкретно эти ботинки. Этот ботинок, я понимаю, для кого я сделан. Это, скорее всего, для людей с широкой ногой, уже в возрасте, которые не так много ходят. Поэтому можно себе позволить клеевую подошву. Опять же, она у них, скорее всего, не отклеится, потому что они мало ходят, мало используют обувь. Взял бы я себе такой ботинок? Нет. Я не являюсь целевой аудиторией этого ботинка. Он бы у меня умер за две недели носки. И он бы превратился в нечто бесформенное. Если смотреть на этот ботинок, я бы его сразу не выбрал, потому что здесь нет клапана. То есть, здесь все сделано, в принципе, хорошо. Но какой смысл? Это как купить самолет без двигателя? Ну, можно купить планер, и он будет работать. А можно купить самолет, но без двигателя. Это, по сути, самолет без двигателя. То есть, это имитация ботинка в данном случае. Здесь хорошее наполнение и абсолютно неправильный, непонятный функционал. Мы делали обзор на модные мартинсы. Мы делали обзор на комфортные и достаточно известные эко. И теперь Ральф Рингер. По соотношению, на самом деле, цены, качества, себестоимости, Ральф Рингер определенно выигрывает у своих конкурентов. И видно, что ребята стараются, как бренд, делать вещи. То есть, они берут хорошие материалы достаточно. В принципе, не стараются сильно экономить. То есть, это нормальные, хорошие изделия. Визуально правильно выглядящие. Но при этом по функционалу, конечно, есть много вопросов. Но это уже вкус. Ну, то есть, у меня есть, как человек, который конструирует обувь, много вопросов. А еще есть вопрос с точки зрения вкуса. Потому что, ну, можно выбрать колодку более красивую, положить в него функцию. Ведь что это такое? Это же классический ботинок. Классический ботинок, он строгий, элегантный, красивый. А здесь он, ну, он комфортный. И вот и все, что можно о нем сказать, на самом деле. Он не взрывает мое воображение. Я лично его не хочу. То же самое, как и здесь. Вроде все на месте, и при этом я не смогу пойти в нем в поход. То есть, если я пойду, я замерзну, отморожу ноги. И додумать, додумать, допилить. Вот чего хочется. Ну, опять же, это могут быть мои личные придирки. А у вас, скорее всего, есть свое мнение. И оно, на самом деле, очень интересно и мне, и другим людям, которые читают комментарии. Поэтому, если у вас есть опыт, пишите в комментариях. Или вы хотите что-то узнать больше об этой обуви, то заходите туда, и там, конечно, тысячи комментариев, которые вам об этом расскажут. Ну, а я свою роль разрезания и комментирования выполнил. Надеюсь, вам было интересно. Если это так, поставьте лайк этому видео и можете просто написать комментарий. Это и нам очень приятно, и помогает видео развиваться и каналу. Также обязательно пишите в комментариях, кого хотите, чтобы мы разрезали в следующий раз, потому что мы ведем статистику. Мы все читаем, все смотрим. Не всегда, к сожалению, успеваем отвечать, потому что много комментариев. Много примерно одинаковых комментариев. Но благо вы сами отвечаете часто за нас. Спасибо вам огромное. Ну, а с вами был Игнат Юдин. Я сегодня все порезал, все вам рассказал. Спасибо, что смотрели это видео. До новых встреч и пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова